Всем привет, с вами снова Юлиан, и это канал ArXesco Modules. Сегодня тестируем и проверяем такую новинку, как FreeSky OSD Pixel от компании Motec. Есть такой же модуль, продается от компании FreeSky, но он дешевле на 2$ и отличается тем, что в отличии от Motec, он не имеет бэка на 2 ампера, и он питается только от 5 вольт, а этот модуль может запитывать от 2 до 6s. Что это за модуль? Это графический модуль для отрисовки OSD на нашем FPV-сигнале. Графика, мелкий более четкий шрифт с тенями, более читаемое, все как положено. Наконец-то в 2020 году мы, возможно, будем иметь красивую графику. Почему возможно? Потому что на сегодняшний день вроде умеет только отрисовывать горизонт и все, и поддержка только iNava на сегодняшний день, но перспективная новинка будет развиваться, будут добавляться различные фишки, и именно война в первую очередь. Что интересно, я уже 10 лет, на протяжении 10 лет вижу один и тот же OSD текст на экране, еще старого графического чипа, без теней, крупный, неприятный, как будто это не 2020 год, а не знаю. Я в 2012 году уже летал на полетнике Eagle, и у него, в отличие от современных полетников, была красивейшая OSD, а в 2015 году появился вообще Eagle с цветной OSD. Ну, все знают, кто занимается самолетами. И я так понимаю, что все современные полетники от Мотека, но, по крайней мере, большая часть дорогих, будут идти уже с этой OSD на борту. Например, я купил полетник FC F722PX, это означает, что он уже с этой новой OSD на борту. Вот она, эта OSD. Большая надежда у меня на эту новую разработку, но что-то у меня такое чувство, что быстрее будет развиваться HD-Link, нежели обычная аналоговая графика. В любом случае, давайте затестим. Покажу, как подключить данный модуль, как настроить. Все довольно-таки просто. И затестим. На самом деле, для коптера мне красивая там OSD графика как бы не нужна. Мне нужна информативность, да? Иногда с обычным OSD модулем, который не дублирован в контроллерах, не хватает даже экрана, чтобы уместить всю информацию. И мне достаточно было бы просто красивого, мелкого, четкого, хорошо читаемого шрифта. А вот летая на самолетах, мне наоборот хочется иметь красивую графику на экране, красивый отрисованный горизонт, различные графики и так далее, чтобы чувствовать, знаете, себя в полете, как будто летишь на, не знаю, истребителе F-35 или любом другом настоящем самолете. И вот этого очень не хватает на полетных контроллерах INAV. Да и на пилоте. Кстати, есть надежда, что еще также будет поддержка мавлинка и можно будет использовать с PIX и всеми полетниками под Орду. Итак, давайте приступим. Посмотрим сначала, как подключается данный OSD модуль. Переходим в официальный сайт Мотека. Видим, что питание у нас даже до 30 вольт. Это хорошо. Также, запаяв вот эту перемычку, мы меняем напряжение регулятора с 8 вольт на 12 для запитки камеры и видеопередатчика. По умолчанию у нас 8 вольт. Я на всякий случай запаяю перемычку, потому что не знаю, как будет нормально работать видеопередатчик мой АКК от 8 вольт, хотя он с 7 должен работать. То есть я запаяю эту перемычку. Подключение элементарное. Самое простое это с одной камерой, где камера припаивается прямо к OSD и видеопередатчик. Запитываем от бека для запитки FPV оборудования или на контакт VBAT напрямую от аккумулятора. И самое главное подключить к любому свободному порту. Тут нам указан TX6. Не имеет значения любой неинвертированный порт необходим. Ну или также есть схема подключения для двух камер. Две камеры подключаются, соответственно, по этому контроллеру. Видеопередатчик на выход OSD и опять же TXRX. Элементарное подключение. Самое главное потом настроить. Чуть позже уже покажу. На полетнике Wing FC у меня, например, свободный TX и RX1. Первый порт. К нему я, наверное, подключу OSD. Смотрите, этот полетник у меня взят без бека для видеопередатчика и камеры. Кто смотрел обзор на данный полетник, тот знает. Он немножко упрощенный, в отличие от Moteco. Потому что сам производитель от Moteco нам предлагает запитывать именно от 9 или 10 вольт от внутреннего бека полетного контроллера, потому что он фильтрованный. Наверное, не будет пропускать никаких помех. Но так как тут нет, я попробую припаять просто напрямую к питанию батареи. Здесь, например, есть контакт бат, с обратной стороны припаяю. То есть буду запитывать напрямую O4S данный модуль. А RX паяю на TX1, TX на RX1 и минус. Ну и теперь подключаем видеопередатчик к курсовую камеру. Очень хорошо, что на OSD есть бек на 2 ампира. Это нам позволяет запитывать как камеру курсовой, так и видеопередатчик. Бек смотрю я неплохой. Вроде с фильтрацией должен быть нормальный. Я запаял сюда две гребенки для удобного подключения, так как у меня все на коннекторах. И видеопередатчик. Все, теперь настраивать. Подключаемся к нашему конфигуратору. Также не забываем подключить аккумулятор, потому что у меня OSD питается от аккумулятора, как вы поняли. Заходим в вкладку порт. Необходимо что сделать. Я подключился к первому ярду. Отключаем MCP и включаем FreeSky OSD. Сохраняем. Далее остается перейти в OSD. Как я понял, по инструкции обязательно прошить шрифты. Выбираем шрифт, где мой любимый шрифт. Вот этот. Допустим. Загружаем. Ну и остается посмотреть, что получилось, что показывает нам это OSD, какие параметры и что отрисовывает. В принципе все. Устанавливаем необходимые нам показания. У меня уже все настроено. Обязательно устанавливаем горизонт, чтобы посмотреть, потому что я понял графически, только как раз горизонт отрисовывает пока нам. Ну и посмотрим, что нам еще показывает данный OSD. Попробуем пойти полетать. Итак, мы видим, что в самом деле пока только у нас отрисовка авиагоризонта, но отрисовывается быстро, четко, с высоким разрешением, конечно же выше, чем у стандартного авиагоризонта. И самое интересное, тут мелкий шрифт. Мелкий шрифт на авиагоризонте просто отлично прорисовывается, хотя он размером в два раза меньше. Не обращайте внимания на болтанку, тут был сильно очень ветер, но зато видно, что горизонт отрабатывает четко и правильно. Вот был бы везде такой шрифт мелкий, хорошо читаемый. На самом деле он в реале видится немного лучше, с некоторыми тенями. На записи это плохо видно. В очках отлично виден. Единственное, что мне не нравится, сам вид горизонта, вот этот F-35, он занимает много места и мне больше понравился такой, знаете, более минималистичный, как раньше был на Eagle. Но скоро будет поддержка различных авиагоризонтов. Пока только есть один, который, ну, так себе, но уж слишком много места занимает на экране. С другой стороны, кому-то может и понравиться такой горизонт. Вон, полностью его отпускаю. Видите, что адекватно отрисовывается. Все отлично. Стоит ли на сегодня брать данный OSD-модуль? Как по мне, конечно, функционал пока слабоват, но с другой стороны, всего 13 баксов. Для любителей ENAVO поэкспериментировать, почему бы и нет. Опять же, покупая данный модуль, мы инвестируем в более скорую разработку. И дополнение, я буду следить постоянно за обновлением данной OSD и выкладывать у себя на канале. Очень надеюсь, что в скором времени появится поддержка мовлинка и ордопилота. Там она от OSD очень необходима. Кстати, придется, если вдруг на вашем полетном контроллере сгорит графический чип, то есть не будет OSD, не будет вообще видео. Такое часто бывает довольно-таки. Покупать другой полетник дорого, тут 13 баксов купили. Опять же, если вдруг у вас там полетник какой-нибудь старый завалялся, который можно использовать еще для крыла себе свободно, но который не имеет OSD на борту, пожалуйста, докупаешь 13 баксов, покупаешь данный модуль, OSD обновленная, с новыми фишками, функциями. Готово. А на сегодня все. С вами был Юриан. Обязательно через несколько дней протестирую также еще полетник PX с этой OSD на борту уже на своем квадрике на Тартовской раме. Пока, увидимся в следующем видео.